Всем привет! Как и обещали, мы продолжаем тему электромобилей. И сегодня вслед за E-Golf, который мы уже протестировали в нашем тестовом гараже, оказался электрический Hyundai Ioniq. Причем, что интересно, одновременно с его официальным стартом продаж в Украине. Уточнение электрически не случайно, потому что Ioniq у нас един в трех лицах, он бывает гибридным, такая версия тоже начала официально продаваться у нас подзаряжаемым гибридом и, собственно, электрическим. Кстати, подзаряжаемый гибрид еще к нам не доехал, он появится ближе к концу 2017 года. Ну, а мы начинаем тестить электрический. Погнали! С чего вообще начинается поездка на электромобиле? С прихода на паркинг? С открытия центрального замка? Возможно. Но я решил начать с установки мобильного приложения PlugShare, в котором указаны все электрозарядки по Киеву, Украине и вообще во всем мире. Можно посмотреть и напрямую с сайта. Так оно немного спокойнее, знаете ли. Но и это лишь половина вопроса. Розетка Ioniq находится за вполне обычным лючком на корме автомобиля. Открываем и видим два разъема. Верхний для переменного тока, для зарядки типа 2 или же, как ее еще называют, Mannekes по названию фирмы, которая ее изобрела. Скажем так, произошло это не очень-то и давно. А под ним второй штекер для так называемых суперчарджеров или быстрых зарядок, для тех самых, которые могут зарядить 80% батареи электромобиля всего лишь за 20-30 минут. Закрываем обратно и скажу вам, что как минимум в комплекте будет вот такой вот набор. Это зарядное устройство. Ну, обыкновенно, собственно, кабель с коробочкой такой вот хитрой для зарядки от бытовой сети. Вот это у нас подключается к ключку, это у нас для бытовой сети. Собственно, в розетку включаем и тогда можно зарядить Ioniq даже дома. Только уйдет на это, ну, для полной зарядки батареи часов 10-11. К зарядке мы еще обязательно вернемся. Пока же о цене на новинку. Она стартует с отметки 35 400 долларов США, что заметно дороже, нежели гибридная версия Ioniq, которая предлагается за 27 тысяч. В базе электромобиль оснащен семью аэрбэгами, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, датчиком света и дождя, мультимедиа с навигацией и так далее. Средняя комплектация электро Ioniq оценена в 37 700, а топовая, такая как у нас, в 40 700 долларов США. Здесь уже и кожаный салон с вентиляцией передних сидений и подогревом даже задних, и полностью светодиодный свет, и адаптивный круиз, слежение за разметкой и удержание в полосе, а также автономное экстренное торможение. Одним словом, по-богатому. Внешне Ioniq смотрится как вполне себе обычный современный хэтчбэк C-класса, без излишней вычурности, но все же привлекает к себе внимание в потоке. Возможно, благодаря вот такой вот глухой фальшрадиаторной решетке, но мне она не очень нравится. Корма больше по вкусу. Внутри ситуация схожа. Все традиционно, без изысков и, на первый взгляд, даже несколько скромно. Я думаю, отчасти это из-за того, что в отделке применены пластики серых, ну, опять же, скромных цветов. И мне кажется, что дизайнеры и создатели Ioniq специально хотели подчеркнуть утилитарность и практичность этого автомобиля, поэтому здесь все сделано, как в обычной машине. Кстати, в салоне отличить Ioniq Electric очень легко благодаря высокому и выдающемуся в салон центральному тоннелю. На нем у нас подстаканники, несколько кнопок управления и, скажем так, автомат, причем с кнопочным селектором. Но, когда вы тянетесь вот к этой вот крупной нише, вы обязательно его заденете. Ну, вот, слышите, как я сейчас. Пластики в передней части салона преимущественно мягкие, а оснащение вполне современное. На электронной 7-дюймовой приборке вся необходимая водителю информация, расположенная вполне читабельно и логично. Главное место отдано спидометру. При смене режимов он заиграет красками, сменяя стиль шкалы. По бокам от него располагается расходно-зарядная информация. Идет ли затрата энергии или рекуперация, средний расход, запас заряда и так далее. По центру торпеда у нас экран мультимедийной системы диагональю 8 дюймов. Его функционал и скорость работы мы уже описывали не раз. Здесь все быстро, логично и, скажем так, юзер-френдли. Это мне нравится. Гораздо интереснее в нашем случае подробнее остановиться на электрическом, скажем так, подменю. Причем для его вызова предусмотрена отдельная хард-кнопка. Здесь у нас собрана, можно сказать, жизненно необходимая информация. Ну, во-первых, оставшийся запас хода. Причем, если мы нажимаем на эту клавишу, то видим радиус, который может покрыть электромобиль. То есть, вот до Чернигово и Житомира мы с нашим запасом в 99 километров уже не доезжаем. И что мне больше всего понравилось, то здесь отмечено, сколько можно проехать свободно, а сколько уже на последних киловаттах заряда. Вот 99 километров сейчас, да? Вот это уже красная зона, до которой, кстати, доводить батарею не рекомендуется. Это последние три деления на приборке. Так, возвращаемся. Вот эта функция, она у нас не работает, хотя она также крайне полезна, поскольку позволяет вам найти ближайшие электрозаправки и спланировать к ним маршрут. Запас заряда батареи и сразу же указывается, сколько займет обычная зарядка от стационарной зарядной станции и от простой розетки. Вот в нашем случае уже 8 часов нужно, чтобы добить батарею практически до полного. А это, между прочим, 50%. То есть, можете себе представить. Полная зарядка потянет, ну, уже 12 часов, наверное, а то и того больше. Так, вот здесь тоже очень важная информация. Какой из потребителей сколько расходует? Ну, кондиционер мы практически не используем, но если его включить, сразу появится тут 0,3, а электроника обычно тянет 0,25-0,28. Вот так примерно. Возвращаемся. Здесь настройки оповещения. Тоже немаловажная функция. Ну, это вот предупреждение, если вдруг вы собрались все-таки ехать в Чернигов, а запас хода у вас 100 километров. Не хватит. Об этом система предупредит. И тоже важная штука – это ограничение зарядного тока. То есть, если не уверены в розетке, например, старый дом какой-то или старая проводка, то здесь можно выбрать минимальный. Но опять-таки никаких цифр. То есть, максимум сокращенный, минимальный. Какие цифры за этим скрываются, не совсем понятно. Ну, и точно такая же функция для стационарной зарядки. Эко-вождение. Я с каждым днем становлюсь эко-профи, потому что за запас хода постоянно переживаю, не привыкя еще к электромобилю. И вот благодаря вот этому планировщику можно задать время заряда. Если вы знаете, что дешевый тариф у вас в частном доме начинается, предположим, с 10 или с 11, вы программируете зарядку с 10, соответственно, или с 11 вечера. И подключаете автомобиль к сети. Можете идти. Он сам начнет заряжаться, и точно так же сам выключится в соответствии с вашими установками. Ну, в принципе, вот и все. А, вот еще есть настройки режима. Это Drive Mode. Тут три режима вождения. Но подробнее о них давайте поговорим уже во время самого движения. На водительском месте я устроился удобно с ростом 1,82 м. Здесь просто никаких проблем по запасу регулировок. И опять же, эти регулировки электрифицированы. Но лишний раз не игрался, потому что, опять же, экономлю электроэнергию. У нас есть память на две позиции, плюс функция комфортного выхода. Ну, куда кресло отъезжает с открытием двери. По рулю тоже все отлично, потому что он очень ухватистый. Как раз вот четко ложится в руку. Мне очень понравился. Ну, и невелик по диаметру. Кнопок здесь немало. То есть, здесь продублированы все основные функции, плюс адаптивный круиз-контроль или ограничитель скорости. Ну, и подрулевые лепестки. Но это, конечно же, не передачи. А что конкретнее, опять же, расскажу чуть позже. Пока давайте спросим, как чувствуют себя задние пассажиры. А задним пассажирам нравится запас места для ног и свои дефлекторы обдува. Но расстраивает очень низкая покатая линия крыши, которая заставляет пригибаться при посадке или высадке. И, судя по хорошо отформованному потолку, я должен здесь поместиться. В принципе, так и есть. Но как только я откидываюсь на подголовник, то я упираюсь вот в этот изгиб. То есть, фактически впритык. Это с ростом 1,82 м. Человек чуть более рослый, он фактически упрется в потолок. Ну, вот все на грани. Для меня фактически на грани. Могу сидеть, но в то же время запаса лишнего нет. Ну, и из интересного отмечу, что центральный тоннель здесь все-таки присутствует. Хотя, если говорить о самой батарее, то она начинается примерно вот здесь вот и дальше с таким изгибом или уступом, не знаю, как правильно сказать, уходит под багажник. То есть, она не в базе. Она пригружает больше заднюю ось. И вот здесь вот есть отдельные дефлекторы охлаждения, дефлекторы для охлаждения батареи. И в инструкции отдельно написано, что их не рекомендуется ничем закрывать. Я не знаю, может, как-то нужно среднего пассажира об этом предупреждать, чтобы он, ну, правильно располагал свои ноги. Не дай бог, чтобы батарея не перегрелась. Ну, а если среднего пассажира у нас нет, то можем откинуть центральный подлокотник. Смотрите, крышка багажника здесь открывается даже не как у хача, а больше как у лифтбека, обнажая огромный погрузочный проем. Но порог немаленький, достаточно высокий. И глядя вот на вот это внутреннее пространство, я сомневаюсь, что здесь наберутся заявленные 455 литров. Поэтому я наскоро перемерил рулеткой, ну, с погрешностью, понятно, но у меня получилось 340 литров. Давайте искать, где же прячется еще 100. Убираем наш ланчбокс. Помните, там у нас зарядный кабель, красивый коврик фирменный и под ним фальшпол. Конечно, запаску или докатку там мы не увидим, но увидим вот такой дополнительный бокс. Возможно, если весь этот объем заполнить, то еще где-то 50-70 литров наберется. Интересно. А, вот там у нас, смотрите, там у нас еще есть небольшая ниша. Ну, туда можно закинуть то, что используешь редко. Ну, возможно, возможно, так 445 и наберется. Так, а ну-ка. О, похоже, это можно немного приподнять или даже вынять. Вот, что у нас тут прячется. Лучше руками трогать не буду, а вдруг под напряжением. Шутка, пластик. Ну, а здесь, на самом деле, интересно очень тросик живет. Это аварийная разблокировка зарядного кабеля. Если вдруг он не вытаскивается, то с помощью этого тросика его можно все-таки извлечь. Так, собираем обратно все. Закрываем. Смотрим складывание сидений. Ну, конечно, я уверен, что здесь у нас получится ровный пол. Так и есть. Никакой ступеньки, оно и не мудрено. Ну, и где-то вот здесь вот у нас живет батарея. Жизненно необходимая вещь в электромобиле. Так, прикрывается это все дело шторкой и закрывается вот такой вот крышкой, достаточно легко и без лишних усилий. И что я еще думаю? Вот, глядя на внутреннюю обшивку, на дверные карты, заметно, что корейцы старались сделать и потоньше, и поменьше. Но, тем не менее, на качестве это не сказалось. На тактильных ощущениях также не сказалось, потому что закрываются двери с приятным звуком, закрываются аккуратно, мягко. Та же внутренняя обшивка, она приличного качества вполне, то есть удешевление не пошло как бы в минус сильно, в минус автомобиля. Ну, что ж, по статике все. Поехали кататься. Вообще-то, по правде сказать, я довольно скептически отношусь к электромобилям и ко всему этому ажиотажу, который сейчас творится вокруг них. Но, посмотрим, может Ионик сможет меня в моем отношении переубедить. Итак, главным его оружием, то, на что лично я обращаю внимание в первую очередь, является батарея и, собственно, ее емкость. Здесь она составляет 28 киловатт-часов. В принципе, немало, но есть рекордсмены по этой позиции. Например, у Chevrolet Bolt и Opel Ampere, это новинки в B-классе, которые вот, Chevrolet уже продается, Ampere скоро поступит в продажу. У них батарея 60 киловатт-часов. А у Tesla, как многие из вас наверняка знают, она может достигать эта емкость и даже 100 киловатт-часов. Ну, то есть, почувствуйте разницу 28 и 100. Но, тем не менее, нам обещан запас хода в 280 километров по циклу NETC, так называемый, NEDC. Ну, не знаю, как они выжили 280, потому что, когда я забирал автомобиль, на нем был отмечен запас хода, но вот борт-компьютер показывал 211 километров в час. Я очень хорошо запомнил эту цифру. И вообще, все это время, которое я нахожусь за рулем Ioniq, я запоминаю все цифры расхода, запаса хода. Я постоянно пересчитываю, прикидываю, сколько мне осталось, сколько еще есть, как работает рекуперация и так далее. То есть, мозг постоянно нагружен, я все время в напряжении. И волноваться за остаток хода я начал, ну вот, признаюсь честно, буквально сразу же, как мы выехали за ворота дилерского центра, там, где забирал Ioniq. Ну, потихоньку это волнение улеглось, потому что понятно, когда у тебя запас хода в 200 плюс километров, то можно себя чувствовать свободно, можно даже наступать активно на газ и, собственно, можно проверить разгонную динамику. Она здесь заявлена 9,9 секунды до сотни. Ну что ж, можно себе позволить. Буквально со второй попытки и без особого напряга наш подопечный показал результат 9,5 секунд. Что особенно порадовало, что как только вы наступаете на педаль в пол, то тут же получаете максимум тягового усилия. А оно здесь составляет на минуточку 295 ньютонов метров. То есть, такая настоящая тепловозная тяга со самого старта. Ну, если выбираете в Drive Mode режим Sport, то этот самый старт будет довольно резкий и бодрый. Я даже не ожидал. То есть, машина лиха рванула с места и режим Sport здесь действительно оправдан. И раз уж мы заговорили про режимы движения, то, как и обещал, по большому счету здесь все сравнимо с обыкновенными ДВСными автомобилями. В спорт-режиме руль чуть-чуть зажимается, становится, скажем так, более вязким на прямяках и поворотах. Чуть-чуть лучше обратная связь, и ты лучше чувствуешь автомобиль. И, соответственно, становятся резче отклики на действие педалью газа. В нормальном режиме все, собственно, нормально. То есть, это все чуть-чуть распускается. Вот, а сейчас слышите сигнал пересечения разметки. То есть, я не включил поворотник, что я буду перестраиваться, и она вот так вот намекает, что пора и вернуться обратно. Кстати, работает и система удержания в полосе. Как только она берет две полосы слева и справа, то будет слегка подруливать. Причем, что мне понравилось, и что я практически сразу отметил, она подруливает не от полосы, ну, не от линии к линии болтается, да, в ряду, а сразу же пытается уравнять машину. То есть, амплитуда вот этих подруливаний, она очень маленькая. Это на самом деле здорово. Да, так вот, возвращаясь к режимам. В нормальном все, собственно, нормально, а в экономичном, в котором, признаюсь честно, проездил большую часть времени, но, опять же, надо экономить, оставлять про запас. Руль совсем легкий, а действие, ну, вот реакция на нажатие на акселератор, оно очень легкое, задельфированное, но, тем не менее, вы можете оставаться в потоке. То есть, в эко-режиме абсолютно можно держаться в потоке, уходить со светофора вместе с остальными автомобилями, то есть, ты не чувствуешь себя эдаким овощем, да, который вот, ну, едет как может, но зато он на электромобиле, он экономит. Нет, ты едешь абсолютно нормально. Просто, когда переходишь в спорт, то получаешь больше драйва. Ну, и пока мы замеряли разгон до сотни, пока мы катались, веселились, и у нас было, там, до 150 километров запаса хода, я чувствовал себя свободно. Но, как только эта цифра стала подбираться к 100, я начинал все больше и больше напрягаться. А объясню почему. Представьте себе, что у вас есть смартфон, но, который вы не можете зарядить ни дома, ни на работе, а только где-нибудь вот в общедоступных местах, например, если придете в кафе, и если там будет свободная розетка. Она одна, и если она уже занята, то вы там подзарядиться не можете. Ну, и еще нюанс в том, что смартфон вы можете положить в карман и носить разряженным. Электромобиль в карман я положить не могу, я даже не могу взять его на буксир, то есть, если вдруг он разрядится в ноль, я по-хорошему должен вызвать эвакуатор, чтобы транспортировать его на платформе. Поэтому, понимаете, есть о чем волноваться. Начнем мы эксперименты с зарядкой, но самое главное с понимания того, где можно зарядиться вокруг. Тут уже как бы разведку боем не так давно провел Паша, и я знаю, что возле нас есть несколько зарядок, где, если что, можно подпитаться, но предлагаю начать с самого простого, относительно доступного, потому что у нас уже есть кабель, это с зарядки от розетки. Итак, сейчас пробуем один из способов зарядки от простой бытовой розетки. Вот там вот мы подключились у нас в котельной возле офиса. Спасибо, нам это разрешили сделать. И одновременно с этим мы заняли три парковочных места, потому что пришлось подъезжать поперек, чтобы шнур дотянулся. Хотя, надо сказать, шнур здесь немаленький. Когда я заряжал Volvo плагин, то он был короче, приходилось вплотную к окну подъезжать. Итак, что у нас по цифрам. Остаток в батарее 64% показывает. И вот сейчас до полного заряда система нам посчитала время 5 часов 5 минут. Ну, 5 минут мы можем отбросить. Итого, чистого времени до полного заряда 5 часов, что значит, если прикинуть на пальцах, грубо говоря, розетка нам выдает 2 кВт. Ну, и те же 5 часов означают, что мы начали заряжать в обед. Значит, до полного бака мне нужно просидеть на работе часов до 7, а лучше и до полвосьмого. Ну, ладно, не будем ждать столько долго. Отключимся сейчас и поедем поищем зарядки побыстрее. Возможно, нам повезет. Из всех возможных вариантов, фактически, единственно доступными для нас оказались сетевые заправки со своими зарядными станциями. Но тут, оказалось, имеется несколько нюансов. На первой из них работала компания, которая к заправкам вообще никакого отношения не имела и требовалось покупать у нее абонемент. Причем абонемент за немаленькие деньги и, в общем-то, для нас никакой выгоды не имеющие. Ну, куда я потом дену этот абонемент, когда сдам тестовый автомобиль? На второй потребовался дополнительный кабель. У нас в комплекте его не было, не было его и на АЗС. Соответственно, уехали не с салона хлебавшие. Хорошо, что заряд еще был, а так бы все. Но на третьей сетевой киевской заправке нам повезло. Там была и зарядная станция, и кабель, и все это совершенно бесплатно, то есть даром. Но есть одно но. Пока поездили по делам, пока заскочил домой, туда-сюда приехал на эту заправку в 11 вечера. Запас хода маленький, делать нечего, надо заряжаться. И вот, когда вы планируете вечер, кто-то собирается в кино, кто-то провести время дома с семьей, я поехал на заправочную станцию и сказал, буду поздно, надо зарядиться, рано не ждите. В итоге вернулся глубоко за полночь, но за два часа я пополнил запас батареи до 80%. Соответственно, 80% по расчетам моего борт-компьютера обещали пробег 170, где-то 175 километров. Вот можем прикинуть, сколько нам дает вот эта самая быстрая зарядка, суперчарджер, на который мы сейчас и направляемся, чтобы проверить, каково это зарядиться за 15-20 минут и получить запас хода в 170 километров. Кстати, суперчарджер тоже бесплатный. Пока. Даже несмотря на то, что у нас есть возможность бесплатно заряжаться на суперчарджере, мы, тем не менее, привязаны к конкретным заправочным станциям, которых всего несколько на Киев. Будь мы на автомобиле с обычным ДВС, бензиновым или дизельным, мы бы спокойно заехали на заправку Украфта, заправились бы себе до полного литовским топливом Орлен и катались без лишней головной боли 400-500, а то и все 800 километров. От обычной розетки мы получали 2 киловатта, на стационарной зарядной станции порядка 5,5, а сейчас имеем возможность, благодаря нашим друзьям из Электрокарс, получить сразу 50 киловатт и дозарядить нашу батарею, собственно, до полного. Итак, открываем лючок, готовим разъемы. Вот это вот наш, увесистая штука. И вот именно так выглядит комбинированный разъем, так называемый. Здесь идет больше информация, то есть, так сказать, общение зарядной станции с автомобилем, а вот по вот этим двум разъемам, собственно, и сама зарядка. Подключаем. Вот на самой зарядной колонке есть информационное табло, где вся необходимая информация. Подъехали, было 32% батареи, уже 34%. За минуту буквально, за минуту, вот мы 55 секунд заряжаемся, 34%, то есть, 2% уже дозарядили. И, собственно, сколько осталось, ну, не буду ничего трогать, техника новая, неизвестная. Я думаю, что в 20 минут мы должны уложиться. Смотрите, есть еще дополнительная индикация, она находится на торпеде. Если машина закрыта, и вы где-то со второго этажа своего офиса наблюдаете процесс зарядки, то можете видеть, что вот насколько она зарядилась. Сейчас у нас все еще меньше половины, но мне это нравится. Зарядка, ну, суперчарджер идет очень быстро, я думаю, что еще чуть-чуть, и будет полный. Итак, за 29 минут нам залили 18,3 киловатта. И таким образом запас хода увеличился до 208 километров. Ура, товарищи! Но у нас осталось еще одно деление по зарядке. Просто сработал датчик, который следит за температурой. То есть, как только зарядная станция и автомобиль поняли, что дошли до определенного уровня температуры, сработало ограничение, и автоматика отключила зарядку. Теоретически мы можем сейчас отсоединить кабель и через какое-то время продолжить зарядку, чтобы добить до полного. Либо зарядиться с помощью разъема попроще, но опять же, от той же розетки, не от суперчарджера. По процентам это где-то... Да почему где-то? Я вам точно скажу, 93%. То есть, вот 93% сейчас нам обеспечивают запас хода в 208 километров. Нет, неплохо. Езда за рулем электрического Ионика имеет ряд своих особенностей. Ну, во-первых, это тишина передвижения. Примерно до 40 километров в час машина едет практически бесшумно. С одной стороны, это прикольно. То есть, это необычное ощущение за рулем для нас, привыкших к настоящим ДВСным моторам. С другой стороны, это потенциальная опасность для окружающих, как пешеходов, так и водителей. Опять же, мы привыкли ориентироваться на шум автомобиля, а здесь его практически нет. Поэтому следует быть осторожным. Да, здесь есть система, которая издает такой легкий, ненавязчивый звук, когда вы сдаете задним ходом. Но когда вы едете вперед, она молчит. Соответственно, переезжая по тем же дворам, нужно быть предельно аккуратным. Окружающие просто не подозревают о вашем ближайшем, так сказать, нахождении. И я бы в качестве опции предложил автопроизводителям снабжать электромобили звуками на выбор. Ну, например, заплатил 50 долларов, получил звук заряженного хэтчбека С-класса. Заплатил 100 долларов, выбирай из Ламбо, Феррари или Порше. Ну, это, конечно, шутка. Хотя, возможно, когда так и произойдет. Но вторая интересная особенность, это то, что электромобиль едет не совсем обычно благодаря тому, а точнее из-за того, что он постоянно пригружен батареей. Конечно, производители постоянно работают над этим, из года в год они емкость увеличивают, соответственно, массу облегчает. Но, тем не менее, вот сейчас я еду и чувствую вот эту вот нагрузку на заднюю ось, ну, как будто в багажнике уже лежит пара-тройка мешков картошки. Это как минимум. А с одной стороны, это низкий центр тяжести, скажете вы, и можно очень бодро и на более высокой скорости проходить повороты, но с другой стороны, когда мы проезжаем неровности, я понимаю, что часть свободного хода подвески, она уже выбрана. То есть, если вы поете чуть быстрее, то фактически до пробоя ее будет рукой подать. Ну, а что касается работы, собственно, самой подвески, то мне она понравилась, даже несмотря на то, что сзади здесь установлена балка. И немаловажный вопрос – это клиренс. Заявлено 145 миллиметров. По нашим замерам со мной в салоне получилось ровно 140. В принципе, цифра достаточная. Но нужно понимать, что днище здесь хоть и ровное, но вот эти вот 140 миллиметров, они у вас не только под картером, но и фактически под задней осью. Так что на неровностях следует быть осторожным. Хотя скажу вам, что мы ездили, там, заезжали немного на бровки, по плохим, откровенно плохим дорогам, которые подвеска старалась переваривать. И вот этой работе некоторым моделям и маркам, говоря откровенно, стоит поучиться. И все было нормально. Мы ни разу нигде не чиркнули. Ну, и возвращаясь немного к шумоизоляции, отмечу, что она здесь находится на хорошем уровне. Но, опять же, справедливости ради, абсолютно тихая машина остается на очень малых скоростях. Потом, когда вы набираете ход, то вот эта вот разница между машиной с ДВС и электромобилем, она практически нивелируется. Потому что все же есть шум набегающего ветра слегка, шум шин и вообще окружающего вас мира. Если говорить об обзорности, то по наружным зеркалам картинка отличная. Очень широкий угол обзора. К тому же есть помогательная система о предупреждении о машинах в слепой зоне, которая, к тому же, очень громко дублирует свое мигающее, перцающее сообщение в самом зеркале. Но салонное зеркало фактически бесполезно. То есть, через него картинка минимальная. Потому что вот эти вот два стекла на двери багажника, одно горизонтальное, через которое картинка к тому же искажается, второе, это узенькая щелочка под таким формальным спойлером, через которое, ну, видно минимум. Ну, и никакого стеклоочистителя здесь нет. Поэтому, как только плохая погода, считайте, что среднего зеркала у вас фактически нет. Но при маневрах во дворах и на парковках выручает камера заднего вида. Она не с самой лучшей картинкой, признаюсь честно, но она подсказывает траектории и все же дает какое-то представление о том, что происходит у вас за автомобилем. Ну, и плюс, конечно же, парктроник по кругу. Ну, и мы потихонечку так подбираемся к расходу электроэнергии, не топлива. При заявленной цифре в городе 12,5 кВт-часов на 100 км пути самое минимальное, что мне удалось выражать, это 10,6. Ну, а в среднем расход колебался у нас в районе 11-12 кВт-часов. То есть цифра вполне приемлемая и укладывается в обещанное нам инженерами Hyundai. Экономия заключается не только в умелой езде по городу, то есть как вы можете занизить этот расход, не только грамотно читая дорожную обстановку, но и умело работая вот этими самыми подрулевыми лепестками. Дело в том, что они отвечают за режим рекуперации. Нажимаете левый, усиливаете его. Всего три уровня. Нажимаете правой, уменьшаете. Соответственно, педали тормоза можно касаться минимально. То есть как будто вы тормозите передачами. Эффект примерно такой же. Плюс к этому, в настройках режимов вы можете выбрать этот уровень рекуперации априори. То есть для эко-режима выставить себе, например, третий уровень, для спортивного первый. Ну, в соответствии со своими предпочтениями, но лепестки можно задействовать в любом случае. И, соответственно, экономить, экономить и еще раз экономить. Мы же за рулем электромобиля. Но подождите. Зачем нам экономить, если мы и так уже сэкономили, приобретя электромобиль и будем на нем ездить гораздо выгоднее, чем на простой машине с ДВС? Отчасти это так. Тем более, что многие зарядные станции сейчас абсолютно бесплатны. Подъехал, если розетка свободна, встал и заряжайся хоть до полного. Сколько захочешь. С другой стороны, даже заряжаясь от розетки, мы получим стоимость зарядки электробатареи, опять же, до полного, ну, примерно в 2 доллара. Согласитесь, сущие копейки, чтобы проехать 150, 170 или даже 200 километров, если повезет. Но здесь, казалось бы, зарождающийся оптимизм, как лбом в стену, упирается в отсутствие инфраструктуры. Все же зарядных станций даже для столицы еще мало. Я уже не говорю про другие города. И самое интересное, что многие из них, примерно половина, она не готова к работе полностью. То есть она может быть неправильно подключена или заземлена. Она может не работать в данный момент, когда вы в этом остро нуждаетесь. И получается, что передвигаться свободно и рассчитывать на электрозаправку точно так же, как на АЗС, вы не можете. Вы всегда должны прикидывать, где вы сможете зарядиться. Если у вас частный дом, проблем никаких. Поставил на ночь на зарядку, утром выехал с полным баком, и в случае с Иоником вы имеете, скажем так, рабочий запас хода в 170 км. Потому что 280, я так понял, цифра недостижимая. Но из тех 220, которые нам удалось зарядить в его батарею, опять же, чтобы не доводить до полного разряда, вы можете свободно рассчитывать на 170-180. Но если у меня частного дома нет, а на парковке зарядиться абсолютно негде, то здесь уже начинаются проблемы. А таких вот суперчарджеров, от которых мы зарядились буквально за полчаса и были очень довольны, их на весь Киев, по-моему, штук шесть. И то еще не все со свободным доступом. Так что целесообразность покупки электромобиля, на мой взгляд, зависит в первую очередь от того, будет ли вам удобно его заряжать, готовы ли вы к его зарядке, и будет ли это комфортно для вас, а не так, как это делал я, приезжая по ночам на заправку, чтобы на утро иметь хоть какой-то запас хода. Ну и вообще интересно, подметил, что за рулем электромобиля ты как-то по-другому начинаешь смотреть на некоторые вещи. Ты завидуешь троллейбусам, у которых постоянно есть ток в проводах, ты с белой завистью смотришь на стационарные генераторы, от которых, наверное, можно было бы очень быстро и практически до полного зарядить электромобиль. Ну, шучу, конечно, но следует признать, что электромобили потихонечку все больше и больше занимают место в автомобильном мире и, возможно, ситуация со временем изменится. А может быть и нет. Лично я остаюсь приверженцем автомобилей с классическим ДВС. На этом все. Более подробную версию данного теста читайте на сайте Infocar.ua. Не забывайте комментировать, рассказывать, хотите ли вы себе купить электромобиль или же нет, лайкать и смотреть наши тесты. Всем ни гвоздья, ни жезла. Удачи на дорогах. Счастливо.